Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин. Таня, как обычно, снимает меня на камеру и мы, как обычно, в походе. И сегодня мы с вами будем обсуждать Vibram, особую подошву для туристической, альпинистской трекинговой обуви. Если вы когда-нибудь выбирали себе трекинговую обувь или какую-то альпинистскую, то вы, наверное, в магазине, примеряя ботинки, замечали, что на некоторых моделях на подошве есть вот такой вот желтенький многоугольник с надписью Vibram. Ну, это Танины ботинки, она сидит сейчас в одном ботинке. Специально для видео. Ну, у меня, собственно, тоже ботинки с подошвой Vibram. Давайте разберемся вообще, что это за штука, нужна она, не нужна, и поговорим немного о истории ее происхождения. Как я уже сказал, фирма Vibram это мировой лидер, наверное, в производстве подошв для туристической, альпинистской трекинговой обуви. Львиная доля туристических ботинок сейчас производится именно с подошвой Vibram. Так откуда же она все-таки взялась? Сама компания Vibram находится в Италии, в таком маленьком, малонаселенном городке, он как-то Альбицати, что-то такое назывался, и там всего 5 тысяч населения, то есть совсем малюсенький городок. Сам бренд и подошву Vibram придумал один человек, то есть это бренд имени. Итальянец Витале Брамани в 30-е годы он был очень активным альпинистом и возглавлял группу альпинистов, которая восходила на различные вершины в итальянских Альпах. И в одном из своих походов этот Витале Брамани вместе со своей командой на восхождении попал в очень сильную метель. В те времена альпинисты при восхождениях использовали несколько видов ботинок. На более-менее пологой и ровной местности они использовали такие тяжелые ботинки, подбитые гвоздями. Они плохо гнулись и были такие прочные и очень тяжелые. А на более крутых участках, где нужно уже лезть и чувствовать склон, они использовали ботинки из фетра, с фетровой подошвой, такие тоненькие ботиночки. В этих фетровых тапках можно было очень хорошо чувствовать склон, они не скользили и в них было удобно лезть, потому что ты ногой очень хорошо ощущал камни. Но как вы понимаете, фетр не самый такой теплоизолирующий материал и ноги в таких ботинках мерзли и разумеется промокали. А когда фетр намокал и если температуры были ниже нуля, то он обледеневал и начинал скользить просто и ты был как в коньках на склоне. Именно из-за таких ботиночек в ту пургу, в которую попал Витале Брамани и его группа, они потеряли шесть человек. Они просто умерли от обморожения ног и собственно замерзли тогда на склоне в итальянских Альпах. Собственно эти трагические события и подтолкнули Витале Брамани на создание специальной подошвы, которая бы подходила альпинистам, туристам и людям, которые занимаются какими-то активностями. Эта подошва должна была быть довольно гибкой, при этом она должна была быть довольно прочной, износостойкой, обеспечивать хорошее сцепление, хорошую теплоизоляцию и разумеется не пропускать влагу. И он приступил собственно к созданию подошвы Вибра. Он очень долго подбирал состав резины, чтобы он был довольно износостойкий, при этом чтобы он не скользил и был прочным. Также он подбирал специальный рисунок протектора, чтобы ботинок не скользил на мокрых склонах, на отвесных склонах и реально удерживал альпиниста от падения. И вот в 37 году ему все-таки удалось найти нужный состав и сделать крутейшую подошву, которую он назвал Карармато. Таким вот звучным названием, что означает в переводе напролом. Эта подошва кстати до сих пор очень популярна и не потеряла своей актуальности. И в общем в 37 году он патентует эту подошву и начинает ее производство. Марку он называет Вибрам, что собственно является сокращением от его имени и фамилии Витале Брамани. Вибрам, такие инициалы некоторого рода. Кстати в производстве подошвы он себе в компаньоны взял довольно известную шинную компанию Пирелли. Вот такой вот интересный факт. И в общем он начал благополучно производить эти подошвы. Они стали популярны среди узкого довольно круга альпинистов и туристов, но какой-то всемирной славы он не получил. Основной приток покупателей к своей продукции он получил в 54 году, когда двое итальянских альпинистов Лино Лациделли и Ахилл Компаньони. Я произнес имена этих итальянских альпинистов с третьего раза. В общем они в этих ботинках зашли на Чогоре или гору, которая больше известна в народе под названием К2. Фильм такой был кстати неплохой. В общем они в этих ботинках Вибрам поднялись на эту одну из самых опасных вершин мира. Ее даже называют Гора Убийца и тем самым прославили подошву Вибрам и придали ей такую мировую известность. Но сейчас уже про Вибрам знают практически все. Это слово стало таким нарицательным уже. Если мы говорим о туристических или горных ботинках, то практически в 80 случаях мы упоминаем подошву Вибрам. Сейчас компания Вибрам известна по всему миру. Она благополучно производит свои ботинки, но наверное большую часть своего капитала они зарабатывают на том, что они продают именно подошвы для других брендов, чтобы они клеили подошву Вибрам уже на свои ботинки. Кстати подошва Карамато, с которой началось собственно рождение фирмы Вибрам, она до сих пор актуальна и более тысячи фирм ставят ее на свои ботинки, в том числе такие известные компании как Асоло и Доломит и множество других фирм. Более тысячи фирм ставят ее на свою продукцию. Так что та подошва, которая была изобретена в 37 году, она реально до сих пор используется в туристической обуви. Ну давайте все-таки поговорим о том, чем же так хорош Вибрам, почему его так много лет выбирают туристы и до сих пор он актуален. Конечно главный наверное их козырь это очень качественная брендовая их резина, которую они разработали реально специально для горных трекинговых ботинок и всякой спортивной обуви. Резина очень износостойкая и при этом она обеспечивает очень хорошее сцепление с поверхностью. Следующий бонус подошве Вибрам это то, что при том, что она очень прочная, она остается довольно гибкой и нога может естественно изгибаться в этих ботинках. Отличительной их чертой является то, что у них нету протектора по середине стопы, что позволяет ноге комфортно изгибаться и при этом ботинки не ломаются и не портятся. Ну и конечно очень хорошие протекторы, которые обычно расположены в разных направлениях, что обеспечивает очень хорошее сцепление. Протекторы они подбирают специально под определенные ситуации, скажем, для горных ботинок или там для трекинговых, беговых ботинок будет разный протектор специально подходящий под специфику. Ну и конечно их резина, их подошва сохраняет свои свойства как при очень низких температурах, так при очень высоких, что действительно очень круто. В общем, подводя итоги по Вибраму могу сказать, что приходя в какой-то магазин туристической обуви и видя на подошве лейбл Вибрам, вы можете понимать, что это хорошая подошва. И обычно Вибрам, подошву Вибрам закупают более-менее качественные лейблы и на какой-то низкокачественной обуви навряд ли будет стоять подошва Вибрам. Вот такой вывод, наверное, я хотел бы сделать. На этом о Вибраме все. С вами был Владимир Чайкин, Таня снимала меня на камеру. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш лайв-канал, ставьте лайки, комментируйте, что вы думаете о подошве Вибрам, какие ваши впечатления от ее использования и конечно ходите в походы, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok